Раньше большая мусорная куча была явлением уникальным, скорее недосмотром управляющей компании. А теперь это зрелище можно встретить практически в каждом дворе города. У каждого дома один-два контейнера, которые, если повезет, стоят неперевернутыми. И жильцы продолжают носить мусор к этим площадкам. Другого пути нет. Это форменное безобразие. Мусорка подъехать не может постоянно? Совершенно ненормально, потому что вот бачки вот здесь вот стояли, свежие, буквально где-то вот в субботу, в пятницу исчезли. Куда их перевезли? Зачем? Народу действительно бросать уже некуда. Ну куда? Вот оставили вот эти вот четыре. Так что это очень ненормальная ситуация. Обращение в управляющую компанию ни к чему не привело. А вы не рекомендовали жителям управляющей организации задать вопрос? Так вы управляющая организация? Ну а почему же к нам-то не отправляются? Мы сами как бы хотим спросить. Ну, полежители звонят, а мы им все объясним. Лично жителям. А нам не объясните? Третьей русский. На одной из свалок активно шла уборка образовавшегося мусора. Рабочие рассказали, кто виноват в этом. Перевозчик 20-го числа забрал свои контейнеры железные, высыпал мусор и уехал. Вот. Наша компания теперь разбирает по всей роще завалы. Водитель рассказал, что бывший перевозчик забрал свои контейнеры не на одной точке. Говорилось о трех районах. Роща, Преокск и Дягилева. Сотрудники рассказали, что перевозчик, который раньше занимался транспортировкой мусора, решил вернуть себе бывшие маршруты. В минувшую субботу мусоровозы старого перевозчика приезжали на адреса, переворачивали контейнеры, выгружая весь мусор на площадке. А после водитель фотографировал образовавшуюся кучу и отправлял в интернет со словами «Перевозчик не справляется». Даже запись в соцсетях опубликована анонимно. Теперь задача у действующего перевозчика – все эти завалы разобрать. Вместо железных контейнеров, которые бывший перевозчик забрал с собой или перевернул, будут установлены новые – пластиковые. За вывозом мусора обещали следить. Осталось только дождаться, пока разберут все образовавшиеся свалки. Рабочие рассказали, что трудятся уже третий день. Но есть и другая проблема. По словам мужчин, им закрыли путь на городскую свалку. Мусор предстоит отвозить на перерабатывающие заводы. Всю эту ситуацию работники назвали не иначе, как война. Причем война – это за территорию. А жертвы ее – обычные люди, которые продолжают жить своей жизнью рядом с огромными кучами мусора около своих домов. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город.